Азербайджан 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 Никол, черт, все сдает, продает А где ваш Кочарян тогда? Он что делает, чтобы предотвратить? Ничего Он просто ждет, пока тот доделает грязь, чтобы прийти и строить достойный мир со своими московскими друзьями и коридором Но, вероятно, не будет коридора, по крайней мере, без войны В которой, как мы понимаем, все будут помогать врагу, и вы в том числе, ведь вы за, как и Кочарян, и ваше начальство Возвращаясь к теме резолюции Европарламента Европарламент в четверг, 20 мая, принял резолюцию с призывом к Азербайджану освободить армянских военнопленных и гражданских лиц, задержанных во время Карабахского конфликта 2020 года и после него За проголосовали 607 депутатов, против 27, еще 54 воздержались Депутаты Европарламента также выражают серьезную озабоченность в связи с заслуживающими доверия сообщениями, согласно которым Азербайджан удерживает и подвергает пыткам армянских военнопленных и других пленных в унижающих достоинство условиях с момента окончания активных боевых действий, говорится в резолюции Подчеркивается, что освобождение пленных должно быть осуществлено немедленно и без каких-либо предварительных условий Европарламент потребовал от Баку воздерживаться от произвольного задержания людей в будущем Депутаты Европарламента настоятельно призывают правительство Азербайджана предоставить исчерпывающие списки всех лиц, удерживаемых в связи с вооруженным конфликтом и предоставить информацию об их местонахождении и состоянии здоровья, в том числе о тех, кто умер в плену Европарламент потребовал закрытия парка военных трофеев в Баку Европейский парламент старается всегда быть максимально объективным, подчеркнул заместитель председателя Европейской народной партии, болгарский депутат Андрей Ковачев Если бы он имел заслуживающую доверие информацию, что армянская сторона удерживает в заключении граждан Азербайджана, то потребовал бы также и от Еревана освобождение задержанных лиц Депутаты Европарламента потребовали также закрытия так называемого парка военных трофеев в Баку, где выставлены, в частности, личные вещи армянских солдат Существование парка способствует сохранению вражды и мешает установлению доверия между странами, говорится в резолюции И еще Алиев считает, что народы Азербайджана и Армении должны научиться жить бок о бок В переводе на простой язык это означает, армяне должны молча смотреть и терпеть, как у них отбирают земли, разрушают церкви и кладбища, захватывают в плен и пытают невинных людей И вот эта фраза «бок о бок» набила оскомину уже в конце 80-х годов, когда лживое советское телевидение после армянских погромов в Сумгаите и Баку продолжало толдычить про два братских советских народа, живущих бок о бок Спасибо, мы это уже проходили Мир – наивысшая ценность для нас, но мы не должны позволять себе опьянить ложным азербайджанским мирным процессом Еще раз специально отмечаю, что лишь делимитация с Азербайджаном, без создания зоны безопасности, не только не обеспечит права граждан Республики Армения и особенно приграничных жителей Республики Армения, но и станет причиной новых нарушений прав и новой напряженности Пока по меньшей мере существуют эти условия 1. Высшие азербайджанские власти не только не остановили, но и углубили политику армянофобии и достигающую фашизмополитику враждебности по отношению ко всему населению Армении, ко всему армянскому народу 2. По такому же принципу президент Азербайджана постоянно говорит языком угроз в адрес нашей страны и всего населения 3. Азербайджанские власти умышленно продолжают причинять душевные страдания семьям пленных и пропавших без вести с армянской стороны, нарушают право пленных, не разглашая их реальное число и не возвращая их на родину 4. Не была устранена реальная опасность повторения азербайджанских зверств, совершенных в отношении гражданских лиц и военнослужащих армянской стороны во время войны, и никто не был привлечен к ответственности за произошедшее 5. Азербайджанские военные служащие незаконно находятся на суверенной территории Республики Армения, в Гигаркунике и Сюнике, нарушая душевное равновесие армянского общества 6. По соседству с селами Гигаркуника и Сюника, азербайджанские вооруженные продолжают грубым образом нарушать право приграничных жителей Республики Армения, угрозы гражданам Республики Армения, включая пастухам С демонстрацией оружия, люди лишены возможности использовать свои земельные участки и пастбище, периодические стрельбы около сел Республики Армения и так далее 7. На дорогах между общин Сюника фиксируются грубые нарушения прав и провокации Забрасывание гражданского автомобиля Республики Армения камнями по дороге из Гариса в Капан Затаскивание пастуха села Равуз и удар в глаз Перекрытие азербайджанской машиной дороги из Капана в село Чекатин Невозвращение животных приграничных жителей Республики Армения, пришедших на территорию под азербайджанским контролем и другие происшествия 8. Размещением азербайджанских знаков, флагов и военных на этих дорогах постоянно нарушаются права граждан Республики Армения, цель психологического напряжения и устрашения, ограничение свободного передвижения людей и так далее 9. Особое примечание – делимитация, в общем, имеет принципиальную важность для любой страны 10. Это также гарантия прав человека Однако делимитация может занять годы, если не десятилетия, и пока существуют перечисленные условия, безотлагательность реального обеспечения прав приграничных жителей и граждан Армении требует создания зоны безопасности вокруг Гигар-Куника и Сюника на всех участках границы с Азербайджаном 10. То есть делимитация может быть осуществлена создание зоны безопасности или, по крайней мере, параллельно 11. Для восстановления нарушенной нормальной жизни и прав граждан Республики Армения и, в первую очередь, жителей приграничья, вооруженные служащие Азербайджана, флаги и знаки должны быть удалены из окрестностей сел Республики Армения и дорог между общинами 11. В этом случае делимитация будет сопровождаться новыми нарушениями прав граждан Республики Армения и особенно приграничных жителей и напряжением в обществе Все это не сможет обеспечивать мир в регионе Арман Татаян Защитник прав человека Армении Азербайджан